Сила, духа и жизнелюбие. Вероятно, именно эти два качества помогают Алексею Николаевичу не идти, а бежать по жизни. Несмотря на почтенный возраст и суровые испытания. А последних у обычного деревенского парня, уроженца Пинчины, было немало. В Великую Отечественную потерял всю семью. Сам, совсем юным, вступил в партизанский отряд. И сегодня, признается Алексей Кот, именно война всегда вспоминается в первую очередь. 15 лет, значит, я потерял родителей всех. Отца, мать, бабушка, брат. А остался жив потому, что не было меня в это время дома. Фашисты, значит, родители, семью, брата, бабушку, мать, отца, значит, ночью арестовали, завезли в Пинск и там убили. Я остался один, как парец. Мне сообщили, я был, наверное, на другом конце деревни, так сказать, сообщили такое дело. Ну и люди у нас в деревне добрые были, помогли мне спастись и уйти, так сказать, сразу за ночь в партизанский отряд. Вот. У меня когда-то грели, привели в себя уже там товарищи, зачислили в конную разведку, дали оружие. Я с первых дней пошел, так сказать, исполнять свой долг. Мне еще не было и полных, так сказать, 15 лет. Вот это мне заполнилось. А ведь и помимо тех страшных лет Алексею Николаевичу есть о чем вспомнить. Отвоеванную родину нужно было отстраивать. Алексей Кот много лет работал на ответственных должностях. В его биографии руководство тремя районами – Малорицким, Ивановским и Лунинецким. И сегодня те, с кем довелось работать, говорят в один голос. Руководителем Алексея Николаевича был грамотным, авторитетным и человечным. Не раз звучали такие слова в адрес юбиляра и на торжественном мероприятии. Вы сегодня прежде всего являетесь образцом человека, ваша жизнь является образцом для нашей, прежде всего, молодежи. И они должны брать с вас пример, должны ориентироваться на вас, на человека, настоящего патриота нашей Родины, который прошел очень непростую жизнь. Вы с достоинством несли вот такое звание, прежде всего, человека, гражданина нашей страны, и защищали нашу Родину, и строили ее, и воспитывали молодежь. В общем-то, вы действительно достойнейший человек нашей области, нашей страны. Сидеть на месте – это не про Алексея Николаевича. Даже в 90-м. Сегодня Алексей Кот – активный участник многочисленных культурных и гражданско-патриотических мероприятий. Один из любимых собеседников брестской молодежи. К слову, именно таким встречам Алексей Николаевич придает особое значение. Говорит, они добавляют ему лет и рад, что подвиг поколения победителей не забыт, вопреки опасениям, а еще стараниям тех, кто решил, что может переписать историю. И вы знаете, что я побуду 3-4 часа в школе, пообщаюсь, мне добавляется здоровье и молодость. И вот это мне очень, так сказать, дорого стоит. Почему? Потому что сейчас встречаюсь с теми в начале, а сейчас уже идет, и все равно двигает и здоровается, понимаете. Это самая такая хорошая мне заслуга, что вот это поколение уважает, уважительно относится к нашему брату. Я им очень благодарен. А они, наверное, мне.